Не только праздник первоверховных апостолов Петра и Павла, но и день рождения родного поселения отметили 12 июля жители станицы Зеленчукской, что расположено в Карачаево-Черкесии. Рассказывает Елена Христосова. Рано утром в праздник Петра и Павла жители Зеленчукской разбудил праздничный колокольный звон. Это день рождения станицы, основанный в 1859 году. И к своему храму, говорит прихожанка Антонина Ивановна, здесь особое отношение. Храм, ну это все святое. Верим в Бога мы очень все. И дети у меня веруют, и внуки ходят сюда, и я внук. И все сам умеет делать, ему 11 лет, но он у нас с рождения сюда ходит в церковь. На казачьей линейке, запряженной парой лошадей, в сопровождении верховых, к Петропавловскому храму направляется архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт. Так по традиции встречают ладыку на Кубане. Станицу Зеленчукскую основали казаки Хапюрского полка. Жилья еще не было, а храм поставили. Деревянный. Не уцелел в безбожные годы. В военном 41-м построили другой. В 2004-м погиб от пожара. Но новый уже возводили. Белокаменный, вспоминает казак Илья Фоменко. Мне пришлось помогать. Я работал в обсерватории Зеленчукской, которая здесь металл. В основном Академия Новых дала для этого. Без, как говорится, без оплаты, без ничего. Академия Петрович, дай Бог ему Царство Небесное, очень даже старался для блага, как говорится, станиц, для блага людей, его усилиями построен храм. Престольный день в Зеленчукской собрал всю Кубань. На праздник приехали и казаки окрестных станиц и Краснодарского края. Местные жители гордятся, что первый заместитель атамана войска Николай Перваков – их земляк из станицы Кардоникской. Родина всегда живет у человека. Самое близкое место, где родился, там и пригодился. Кубань – это оно общее, мы знаем. Мне вот сейчас мой кунак говорит, представитель Совета Старейшин, Горячаяц, но Кубань же отсюда берет начало. Естественно, что отсюда берет начало, заканчивается там. И мы люди одни – карачаевцы, казаки, русские, черкесы, абазины. Какая разница, кто? Главное, чтобы люди жили в мире. Поздравление с праздником от имени главы республики Рашида Темрезова гласила первый заместитель руководителя администрации главы правительства Карачаева-Черкесии Надежда Пивоварова. В поздравлении отмечена важная деталь. В республике прирост русского населения на 3000 человек, а значит, здесь в семье разных народов Кубани спокойно. На праздники выступили и казачьи кунаки, а архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт вспомнил историю и основателей станицы, избравших своими небесными покровителями святых Петра и Павла. Будем следовать выбору святых апостолов. И не случайно, более полутора веков назад наши предки основали здесь храм в честь апостолов Петра и Павла, сказав нам, потомкам своим, не бойтесь, всегда Бог там, где правда. Все было за 156-летнюю историю станицы, но святых апостолов Петра и Павла здесь помнили и чтили всегда. Может, поэтому День их памяти – такой дорогой, любимый станичниками праздник, на котором они всегда вместе. Елена Христосова, Артем Соломинца, студия «Благословенный Кавказ», Карачаева, Черкесия.